основой linux является ядро собственно linux состоит из ядра и операционного окружения ну вот пример у нас freebsd состоит из ядра freebsd операционного окружения называется freebsd macos состоит из ядра match и операционного окружения freebsd называется macos то есть тут ядро играет больший вес чем операционное окружение хотя не стоит их отделять одно от другого в linux раньше было монолитное ядро сейчас монолитное ядро с модулями все все у нас находится ядро загрузка в каталоге boot сейчас посмотрим она подмонтирована давайте посмотрим вот у нас будут вот у нас ядра в эмбли news они идут списке и в каталоге лип модулис вот у нас модули под ядро версия ядра достаточно ведь большое количество модулей и у нас эти модули подгружаются кедру при необходимости мы можем посмотреть lspci это у нас выдаются устройства наши lspci минус к еще и с драйверами ядра вот видите они в виде модулей да то есть каждому устройству какие-то драйвера модули соответствуют мы модулей можем оперировать можем подгружать их выгружать менять параметры давайте посмотрим какие у нас модули подгружены вот у нас список модулей но для удобства можно их посортировать давайте мы подгрузим модуль посмотрим что он загрузился выгрузим модуль у нас семерка работает с файловой системой xfs поэтому мы можем подгрузить и модуль extend до 4 не используемся давайте мы его подгрузим мод проб это пробует загрузить модуль то есть вот нормально ли он будет работать если получается загрузить он его загрузит значит вот мы сейчас текущие смотрим греб x ничего нету мод проб x4 его смотрим вот у нас подгрузилась вся модуль x4 что у нас видно сам этот модуль ничем не используется ноль никому он не нужен на данный момент никакие файловая система его не использует а сам модуль x4 использует вот два таких модуля кэш блоков и отладка значит давайте посмотрим информацию мод инфо x4 информация модули вот у нас модуль где расположен описание его авторы все 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 зависимости и и все тут у нас еще могут идти параметры но мы видим что никаких параметров у этого модуля нету он просто подгружается интересно что у нас есть видите файловая система еще такие а а они обозначены как альясы то есть у нас подгружаются все равно модуль x4 вот наверно так то надо понимать давайте мы его выгрузим попробую выгрузить x4 так его смотр у исчез вот он выгрузился а теперь попробуем выгрузить xfs xfs нет мы не можем выгрузить xfs потому что он используется да давайте xfs вот мы видим что xfs используется двумя каким-то модулями ядром он используется значит для файловых систем а сам xfs используют crc 32 собственно вот таким вот образом мы можем управлять нашими модулями кроме того мы можем задавать параметры модуля значит вы устанавливали сидером а значит у вас должен быть сидером греб сидером вот у нас есть модуль сидером он используется модулем с стр мод JOE значит попробуем удалить сидером мод проб минус r сидером нет не получается написано что он используется но мы видим что он только одним модулем используется SR-MOD и теперь сидером так вас мод греб сидером нет его давайте собственно посмотрим мод инфа можно вот ср модуль посмотреть что это за модуль вот это скази модуль скази сидером то есть это представление что у нас есть скази устройство сидером и сидером посмотрим вот тут у нас появились параметры то есть какие параметры он использует ну вот например у нас параметр дебаг есть давайте мы значит подключим модуль сидером с параметром дебаг давайте да вот он подключился обычно все прописывается в буфере ядра до меск это вот доступ к этому дебаг миссис буферу ядра но вот у нас сидеромом это не совсем так то есть мы получили что он выгружен но сообщение о загрузке модуля собственно нету нам бы это сделать на постоянной основе а для этого у нас есть каталог рецитара мод проб вот видите вот у нас каталог описывает загрузку загрузку разных модулей а именно вот тут он задает опцию при загрузке модуля давайте мы сделаем тач сидером конф и в нем пропишем общем сидером дебаг общин сидером дебаг равна 1 после этого после перезагрузки каждый раз у нас сидером будет запускаться именно вот с этой опцией таким образом мы можем задавать опции загрузки модулей и управлять модулями ядра вот 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 Продолжение следует...